В печном деле, да, вот, горят же в основном красные перекрытия. Проблема. Далее закладывается кирпичом и вокруг этого кирпича укладывается авантекс. Вот такая изоляция. Одевается верхняя разделка и садится она прямо на эту. Она шире сделана специально. Были проведены замеры. После этого были приглашены специалисты с МЧС, которые проверили все эти разделы. По моим ощущениям вопрос должен быть закрыт. Что из себя представляет разделка? Называется это потолочная разделка БФВИ для теплоемких печей. Значит, и по закону, если печь топится не более трех часов, это называется печь периодической топки, то разрешается применять вот такую разделку с толщиной изоляции 50 мм. Сначала делается, отверстие обрабатывается досками. После, по этим доскам, вот этот азбест 4 мм делается, два слоя обивается азбестом. Он вложен в разделку до 8 мм. Дальше это обивается вот этой оцинковкой, листами. И получается такой как бы колодец, который обит азбестом и зашит оцинковкой. После этого снизу подводится труба и устанавливается, вложи это все, устанавливается вот это верх ногами, вот так вот ставится на кладку. Далее закладывается кирпичом и вокруг этого кирпича укладывается авантекс. Вот такая изоляция. И это дело поднимается на определенную высоту. Когда кладка сюда вышла, 50 мм, одевается в два слоя. Ну, здесь 25 мм, тогда одевается верхняя разделка и садится она прямо на эту. Она шире сделана специально. И вот получается такая конструкция разделки. То есть здесь дерево набивается 8 мм азбеста. И с этой стороны ставится оцинковка, чтобы термоудара не было точечного. То есть металл его, так скажем, площадь увеличивает нагрева и снижает температуру. А вот эта часть заполняется уже, ну, по крайней мере, здесь в идеальном варианте металл к металлу стоит. Но, как правило, такие разделки все равно имеют зазоры. Эти зазоры уже наполняются. Чем наполняете зазоры? То есть тем же волокном заполняется, чтобы теплый воздух мы из дома не теряли. И все им по кругу оббивается так. Хоп, с этой стороны, с той стороны. То есть оно как в виде короба мы получаем в результате. Значит, если же печь банная или печь длительного горения, которая топится более 3 часов, то делается разделка 100 мм. И эти все испытания были проведены. У нас здесь вот он стенд, на котором проводились эти испытания. Были проведены замеры. После этого были приглашены специалисты с МЧС, которые проверили все эти разделы. И мы, как производитель этих разделок, даем технические условия для их применения. К техническим условиям относятся, что эта разделка должна быть именно нашего изготовления, так как мы отвечаем. Или же наших доверенных лиц, кому мы поручили их выпускать, но мы тогда выдаем бумагу. И второй момент, что это должно быть сделано, акт на скрытой работе, сделана фотография, как это все сделано. И такого типа разделки мы применяем уже с 2006 года. В общем-то, они работают успешно, никаких претензий нет. И если это все сделано добросовестно и надежно, то это намного, опять же, облегчает труд печника. Вот если есть вопросы, пожалуйста. Разделка БФИ зарегистрирована по всей России. Да, она разрешена к применению по всей России, если она выполнена у нас или выполнена нашими доверенными лицами. И есть несколько условий, то, что мы говорили, как она должна применяться. То есть у вас должен быть чек, что вы вот именно там купили, потому что отвечает завод или предприятие-изготовитель. Основное. Если разделка сделана правильно. А дальше нужно ее сделать правильно. Как? Вот мы показали, есть целая технология сделана, снята. И должно быть оформлено актом скрытых работ и фотографиями. То есть, грубо говоря, в моменте, когда... Или есть уже примеры, в каких моментах фотографии... Как только начали ставить... Ну, сначала обили. То есть, азбест обили, сфоткали. Металлом обили, сфотографировали. Нижний колпак поставили, сфотографировали. Кладку вывели, начали ложить авантекс, сфотографировали. Кладку закрыли, сфотографировали. Все, у нас получается порядка шести кадров. Но они прописаны где-то, чтобы... Да, конечно. Нет, ну, особо не прописаны, но это как бы... Мы можем прописать это, если кому-то непонятно, можем... И получается, первый, это чек, что он купил у удоверенного... Ну, или у производителя удоверенного отца. Второе, перечень фотографий скрытых работ. Акт скрытых работ сам. То есть, это он сам заполняет. Он сам готовит. И здесь, ну, обычно, еще в акте должен расписаться контролирующий орган. То есть, контролирующим органом может выступить заказчик. Может выступить сторонний человек, который видел это, как бы... Вот. Или, там, если это... Просто физическое лицо. Да, может просто физическое. Ну, лучше, чтобы человек понимал, что он видит. Ну, а вообще, клиенты нормально на это идут, у них не возникает вопросов, там, почему я должен расписываться, вроде... Это не перекладка ответственности. Нет, мы обычно... Дело в том, что мы-то работаем от фирмы, и у нас расписывается... Я расписываюсь и печник, как бы. И получается, что мы, как бы, все это оформлено. Ну, а процесс какой выезда же нет, он фотографии скидывает? Он фотографии сбрасывает, да. То есть, на основании фотографии можно в акте расписаться? Да, 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 конечно. Лучше видите. То есть, он звонит, например, мы приступаем к разбиратке. И начинает снимать, если что-то я засомневаюсь, я звоню, ну-ка, покажи, как ты здесь сделал. И он сразу по видеосвязи, как бы, показывает. Ну, а дальше акт скрытых работ с одной фотографией, а эти фотографии в архив мы убираем. Мы не печатаем кучу бумаг, понятно? Убрали в архив, если потребуется, мы достали их. Вот, пожалуйста. И потом, получается, вот он сфотографировал, акт подписал, печник... Да, и один акт у него остается, один он выдает заказчику. Заказчику оставляет. Заказчику с исполнительной документацией. В печном деле, да, вот, горят же в основном, как раз, перекрытия. Проблема одной из первых. Да, конечно. Проблема, когда неправильно сделана, потому что ГОСТы, навряд ли, кто-то из кирпича по 38 сантиметров, да, выдерживает. То вот это решение, оно и упрощает, и как раз дает эту гарантию. А пожарная, то есть, они как воспринимают это, то, что у них... Ну, ситуация какая? Сначала это было распространено немножко из другого вида на территории Республики Карелия. МЧС. Значит, было разуслано все это техническое решение во всех противопожарных службах, и мы его до сих пор применяем. А здесь мы, как завод-изготовитель, и как производитель этой разделки даем свою гарантию. Если возникают у МЧСовцев какие-то претензии или вопросы, они адресуют их прежде всего печеньку, а печеньку адресуют нам, и мы как бы вовлечены в процесс этот. Вот, мы, если это наше, все это подтверждается, что это наша разделка, что смонтировано, что... Ну, понятно. Мы, как бы, все это начинаем... Ну, несем ответственность за это, отвечаем. Ну, разбирайте ситуацию. Да, конечно, да. Но, по сути, разбирательств нет, если все работает и все стоит нормально. Нет, ну, здесь всякие бывают случаи, то есть начинает там, например, печь периодической топки, а ее начинает сутками кочегарить. Понятно, что мы уж говорим, что эта печь должна быть в периодической топке. Если это длительного горения, то толщину изоляции нужно увеличивать до 100 миллиметров. 100 уже выдерживает? Выдерживает без вопросов. Если это банная печь, опять до 100. Потому что, ну, понятно, что банная печь зачастую, да, по-другому. То есть, вот таким образом это происходит. В общем-то, потихоньку это идет, идет. Мы-то это давно применяем, и это, конечно, нам облегчает жизнь. А самое главное, позволяет работать в правовом поле. То есть, мы все работаем по закону. Вот, пожалуйста. А вообще, вот кто-то контролирует сейчас? Ну, что разговор-то ведется, ну, по крайней мере, у нас, Иркутск, Красноярск, я особо не видел, чтобы из пожарных кто-то... Ну, смотрите, контроль за объектами, значит, за строительством, за проектированием с МЧС снят сейчас. Они не обязаны. Они, если у них есть плановая промерка, они могут задать, сделать замечание и записать. Понятно, да? Но это тоже крайне редко... Чаще всего с этим мы сталкиваемся, когда строим какие-то комплексы в элитном жилье, да? В эстраховке, наверное, есть. И мы говорим, что давайте мы в качестве предохранения попробуем сработать с МЧС. И мы тогда им пишем, что просим в качестве технического решения согласовать разделку или установку там. А вот, в общем-то, по большому счету, это если мы, как сказать, заказчик хочет перестраховаться и потом застраховать это. Ну, вот я в эстраховку говорю, что могут не принять, если будет не 38, если кипичный. Да, да, да. И тогда мы доказываем, что вот у нас все положено. Ну, сейчас мы делали в таком достаточно известном, я не буду называть, музей-заповеднике здесь в Карелии. Мы сделали там порядка 8 трупов с такими разделками. К нам сразу прилетело, а почему вы так делаете? Мы сказали, а вот документы, и все, сразу вопрос отпал. Просто, ну, это как бы рабочий момент, просто люди-то не в курсе, мы-то в этом варимся все время. А люди-то, как бы, а почему такое? Вот поэтому. И все, и как бы вопросов нет. По моим ощущениям, вопрос должен быть закрыт. По крайней мере, в регионах, может, это бывает, у пищников вопроса, что им нужен именно внутренний свое подтверждение от МЧС. Но если оно на всю Россию сделано, так я понимаю, оно и работает. Конечно. Дело в том, что у нас же ведь законы действуют во всей Российской Федерации, мы все подзаконно одним законом. И МЧС по всей России у нас работает. Бывает трех видов, да, вот это четверик? Четверик, пятерик и шестерик трех видов. И каждый вид подразумевает разделку 50 и 100 миллиметров. Ну, то есть, это тоже, опять же, размер короба, да? Да, конечно, сразу размер короба меняется, количество изоляции меняется. Вот у нас заказано два типа размеров ящика. И мы в эти ящики все это загружаем, он достаточно тяжелый получается, и отправляем. И пищник, придя на объект, он как бы все имеет. Понятно, что мы сюда не грузим ни гвозди, ни какие-то пределек. Допустим, про компании, которые могут изготавливать с вашего разрешения, или как там, документы, да? То есть, надо подтвердить пищнику, допустим, если у него возникает вопрос, что, ну, можешь ли ты это продавать? То есть, вы даете документы... Мы заключаем договор о франшизе, вот, проговариваем это все и говорим, что вот вы можете выпускать разделку, такую-то, такую-то, при таких-то условиях. Понятно, и прописываем все, что это должно быть учтено. Ну, понятно. То есть, разгабаритные размеры, то есть, они же, наверное, на чертежи есть. Конечно. Да, потому что это, ну, Карелия, допустим, Иркутск, это 6 тысяч километров. Конечно, нет смысла туда везти. Воздух можно сказать, что у нас так же могут изготовить. Конечно, все это не дефицит, все это есть у вас, и, в общем-то, никакого смысла отсюда везти я не вижу. М-м-м.